Здарова народ! И сегодня у нас просто невероятно редкий танк КВ-222 бета-тест, который выдавался игрокам, которые еще давным-давно, по-моему около 12 лет назад, участвовали в закрытом бета-тестировании игры. И, собственно говоря, вот так вот он выглядит и отличается от обычного КВ-222, который сейчас довольно у многих, в принципе, имеется. Вот этой буковкой Т. Вот здесь уникальный. Ну и названием, собственно говоря, своим КВ-222Т тоже здесь написано. КВ-222 бета-тест тоже он называется. В общем, очень редкая машинка, невероятно редкая, поэтому тоже интересно, что даже с таким танком редким удалось найти такое невероятное сражение. Ладно, давайте смотреть, потому что боецкий действительно будет классный. Ну и наш герой попал, в принципе, в неплохой бой. Здесь четвертого уровня танков по 6 штук. Вообще, в команде всего-то неполные составы, да, считай, 5, сколько там? Плюс еще 13 танков, получается. 13 на 13 счет. И посмотри, как агрессивно действует наш герой, врываясь сразу же вперед. На КВ-1С МЗ выкатываем. Так сказать, тоже танк-подарочек для олдов-старичков нашего рандома. Ну, не настолько, конечно, редкий, как КВ-222Т. Ну и что-то у классика барабанного здесь вообще не пошло. Мы спокойно его нашпиговали. В ответ он нам даже ни одного хп не снял. И спокойно, посмотри, как нагло проезжает наш герой вперед. Вообще ничего не стесняется. Выкатывает и чисто начинает раздавать. Не, ну вот насколько я знаю, как у вот этого танка КВ-222Т, как-то так и у точного, такого же, в принципе, танка КВ-222, только без этой буковки Т, да, Главная проблема это все-таки пушка. Броня тут неплохая, а вот орудие без голды вообще практически не играется. Ну, крайне сложно, если только ты вот против там 3-4 уровней пытаешься пробивать. Ну, потому что на ББшках тут, конечно, пробитие, посмотрите, в 99 миллиметров на голде не сильно много, 121, но все равно, вот видите, наш герой практически на фолл голде играет. Не, конечно, он 35 ББшком, еще 10 фугасов тоже возит. Но, тем не менее, основные ставки у него, конечно, на голду. Так, а арта нам прокидывает никто, не мог пробить, здорово. Да, вот арта, и лев по нам швырнул уже второй раз, вот сейчас, кстати, гриль вообще на 209 прошибил. Надо с этой артой что-то делать, как-то наказывать, потому что никуда не годится получать таких трендулей от этих коричневых товарищей. Ну, и перед нами М10 картонный, учитывая, что мы еще и голду отрабатываем, вообще не должно быть с ним никаких проблем, просто врывается и фарширует реально вот этого товарища. Еще его таким наглым тараном в конце отправляем его в ангар. Так, все там, гриль никак не успокаивается, пытается всеми силами по нам зашвырнуть. Ну, а наш герой не останавливается, погнали вперед на Матильду, разберемся, что это тут за мелочуха такая, да? Четвертого уровня, посмотри, спокойно шьет. Не, не спокойно, вот видите, даже с маской Матильды четвертого уровня мы даже голдой не справляемся. Ну, в итоге... А, не, справляемся. Это она с нами не справляется. Подожди, я перепутал немножко Матильду, мы спокойно разобрали голдой в масочку, все вроде бы даже залетало, да? По Матильде. Ну, да, Матильду пробивали, поэтому... Счет 7-7. Тем временем нашу базу захватывает, ну, точнее, нашу базу захватывает общую. Надо ехать помогать. Счет вроде, конечно, 7-8, не очень хороший. Но, помимо захвата, хотелось бы здесь приумножить результат. Уже 5 фрагов, 2 687 урона у нашего КВ-шника. Надо проезжать вперед. Вот тут КВ-1СМЗ, пожалуйста, задницы своей красуется, да? Танцует тут перед нами. Это вообще бедный классик, реально. Заехали сзади и давай по жопе лупить. Как злая няня какая-то. Да и ничего он не делает, к тому же. Ну, сейчас только начал уже откатывать. Но уже поздно, дружище. Мы все-таки тебя в ангар упакуем. Так, мужики, пока у меня есть время, давайте напомним, что спонсоры этого видоса парни с классного сайта ВотГолд. Где сейчас появились 4 уникальных контейнера с большими новогодними коробками. Ну, также волшебными, восточными, рождественскими. Залетайте, открывайте. Я сам открывал вот контейнер с новогодними коробками. И вообще все виды открывал. И выбивал вот себе тоже большие коробочки. Пожалуйста, это было прям в видосе. По 5 выпадало. Несколько раз штук 30 коробок я, по-моему, поднял на ВотГолд. Поэтому тоже пробуйте. К тому же, если вы прямо сейчас перейдете по ссылочке в описании на сайт ВотГолд, вверху справа найдите кнопочку пополнить. И там в окошке будет надпись. У меня есть промокод. Вот на эту надпись нажимаете и туда вводите в строчку вот этот наш классный промокод. Каждый, кто его вводит, получает гарантированный подарок. Бонус при пополнении счета на ВотГолд. Ссылка и мой промокод в описании под этим видео. Ну, а мы смотрим дальше. На Т-28 едет уже наш КВ-222. 3 500 урона, 7 фрагов. Причем, насколько нагло он действует, насколько нагло вырывается, то есть он вообще никакой супертактикой тут не располагает. Он чисто летит вперед, влетает на одного за другим и спокойно фарширует их своими подкалиберами и отправляет в ангар. И вот, пожалуйста, уже 8 фрагов. Наша команда там усиленно пытается захватить базу, арта там пытается это дело сбить. Ну, а мы хотим все-таки попробовать взять 10 фрагов. А почему нет в таком бою, тем более, где всего по 13 танков за каждую сторону, 10 фрагов, считай, почти как 12, да? Ну, учитывая, что команды неполные. Так, ну и проезжаем через центр. Кто у нас тут? Штук 3G должен еще быть. Штук 3G последний раз на горе светился, но вот он успел съехать. И вообще спокойно повернули так хладнокровненько. Хлобысь. И до свидания. Вообще просто не париться. Остается 20 секунд. И все-таки съезжает. Б1. Захвата базы. Давай нам шанс добрать арту. Просит. Наш герой в чате. Дайте 10-го заберу. Он даже с У-76М пишет. Отдайте ему арту уже. Хватит базу эту брать. Берунги хренов. Ё-моё. Поехали уже эту арту доберем. С таких слов иногда начинаются самые позорные сливы. Так. Ну ладно. Где же эта арта заныкалась? Она вроде вот куда-то со своей базы кидала. По нам. Но гриленыш мог куда-то и перескочить. На самом деле не стал наш КВшник ехать куда-то на гору. И правильно. Потому что арта вот прямо перед нами. Б1 тоже сюда едет. И мы вот так еще красиво взрываем УБК. Не давая шанс Б1 подтырить наш враг. Вот такие результаты. 10 фрагов. Победа. Давайте к итогу. Вот такой бой. Воин основной калибр. Стальная стеночка. Полпоскучий мастер. 3880 урона. И 10 фрагов для 5 уровня. Я считаю на лайчинский подписочку наш герой наиграл. Вверху справа прошлый видос. Залетайте, смотрите. А мы с вами, народ, увидимся в новых роликах. Которые очень скоро будут на канале. Пока, народ.